Противиться, сопротивляться – это нормальная реакция, первая реакция семьи, и об этом семья тоже должна знать. Что переживания, острые эмоциональные переживания, реакции пиковых каких-то точек, раздражения, возмущения, сопротивления, вплоть до отрицания болезни и самого больного человека в семье – это нормально. То есть это в любом случае нужно будет пройти. И этому не нужно препятствовать, потому что невозможно постоянно находиться в каком-то сдержанном положении, то есть пару нужно найти выход, конечно. Конечно. И всегда говорим о том, что и пациенту, и семье нужно давать эмоциональный выход, нужно говорить о том, что они чувствуют. Это должно быть взаимное обсуждение в первую очередь. То есть свои страхи, свои переживания нужно обязательно обсуждать с больным членом семьи, его страхи, переживания. То есть это всё должно проговариваться. Это должно проговариваться, это должно обсуждаться, потому что это наикратчайший путь к установлению, такого, наверное, рационального пути к выздоровлению, к восстановлению и в процессе прохождения лечения. То есть это достаточно трудно, тяжёлый путь от постановки диагноза до завершения. И состояния меняются, и об этом нужно знать, и нужно это проговаривать обязательно. Я бы, пожалуй, добавила то, что состояние тревоги, в которое погружается семья, оно очень сильно выражено. Но в этом случае состояние тревоги, оно адекватное. Мы тревожимся по разному поводу. Кто-то при приёме на работе, при собеседовании, кто-то при публичных выступлениях. Всегда тревога в нашей обычной жизни есть. Здесь тревога высокая. И вот тревога будет усиливаться, ослабевать, усиливаться, ослабевать. Необходимо сразу учитывать временной фактор. Онкологическое заболевание вылечивается в большинстве случаев. Но здесь нужно учитывать, что это время. Это не месяц, это не два. Это достаточно длительный промежуток времени. И первое, наверное, что должна усвоить семья, что тревога – это нормально. Тревога даёт запускать некую поисковую активность. Поиск информации о тех или иных методах лечения. Поиск клиник, поиск врачей. Поиск каких-то сопутствующей терапии к основному. К хирургическому, химиотерапии, радиотерапии. Здесь именно тревога играет такую хорошую роль в плане такого подстёгивания внутреннего. С другой стороны, онкологическим больным не так много нужно от своих родственников. Это вот о чём уже говорилось. Это присутствие. Даже если нечего сказать, не забалтывайте. Паузы молчания не очень ценные. Прикосновение. Существует иррациональное абсолютно убеждение. Оно очень распространено, что рак – это опасное инфекционное заболевание. Что оно передаёт через прикосновение. И изоляция больного в семье приводит к его внутреннему, фактически, ощущению погребённости заживо. Поэтому прикосновение, смотреть в глаза, наклоняться, слушать, слушать, дать возможность выговориться, задавать вопросы, не обесценивать, говоря, что всё будет хорошо. А сначала дать возможность выговориться и потом вместе решать, что делать. Готовность предложить свою помощь. Но не в варианте, если тебе нужно, ты мне позвони, а в варианте, что у меня сегодня будет вечером свободное время, и давай решим, как я могу тебе помочь, что мы с тобой можем сделать. Это могут быть абсолютно какие-то очень простые вещи. Песню спеть, книжку почитать, посмотреть кино, семью, и обсудить этот фильм какой-то, поиграть в ладу. Нужно ли стараться что-то делать за него? Стараться что-то делать за него, я не считаю, что это целесообразно. На мой взгляд, активная позиция пациента заключается как раз в том, чтобы проявлять самому ещё какую-то поисковую активность. Другое дело, что не хватает ресурсов. И вот здесь помогать. Конечно, помогать. Кто-то что-то узнал, вот об этом обсудили в семье, да, насколько это приемлемо для нас там с экономической точки зрения, с временной позиции, сколько людей будет задействовано, да, в этом методе лечения. Больному всегда нужно давать посильный труд обязательно и сохранением его каких-то функциональных обязанностей в семье. Иначе это вызывает у пациента ощущение обузы, что усугубляет вот это вот отчаяние внутреннее. Нет, конечно же, это не постельный режим, хотя он в какой-то промежуток времени, да, разумно должен быть. То есть постепенно увеличивается какая-то нагрузка, нужно давать обязательно пациенту. И давать ему какие-то, ну, поручать ответственные дела, возможно, те, за которые он раньше был ответственный, решал. Это как раз вот эта вот нужность, необходимость, как вот члены семьи показывают, что, конечно же, внутри поддерживает хорошо. Нужно ли родственникам подстраиваться всё время под больного? Ни в коем случае не нужно поддаваться под такую манипуляцию, можно так сказать, потому что вот как раз проявление капризного ребёнка говорит о том, что психологический ресурс исчерпан. И это временно. И нужно дать возможность его именно через вот поддержку, о которой говорилось, через передачу ответственности за какое-то дело, да, помочь человеку обрести этот ресурс, почувствовать, что он продолжает жить, и что жизнь на какое-то время поменялась. Помимо всего прочего, когда семья начинает во всём потакать больному, это говорит о том, что семья заведомо приняла... Обречённость диагноза. Обречённость диагноза. К сожалению, очень часто так бывает, потому что семья – это именно то зеркало, в которое смотрится пациент и подтверждает свою способность к тому, чтобы жить. Поэтому семья ни в коем случае не должна отказываться от своей собственной жизни. Для того, чтобы снимать тревогу, которая сопутствует при этом заболевании всей семьи, то и сам больной, и его родные могут предпринимать очень простые, на самом деле, действия. Это, прежде всего, освоение навыков релаксации. Очень простые дыхательные упражнения. Они доступны. Есть масса литературы. Совместная деятельность. Деятельность с другими людьми, либо какая-то творческая деятельность. Ещё очень хорошо себя при работе с онкобольными зарекомендовала эрготерапия, так называемой терапией, трудом. Это те вот милые штучки, открытки, бутылочки, тарелочки, созданные своими собственными руками, куклы. Ведь это можно делать и в семейном кругу, и как самому, то же самое больному. Стараться проговаривать свои чувства и эмоции. И быть, наверное, немножко терпимее друг к другу. Потому что не сразу выстроится семейная система, так как ей нужно будет выстроиться. И чем больше будет сопротивление этому перестройке, тем большим разрушительным внутрисемейным отношением это приведёт. То есть разговаривать. И юмор. Юмор, хорошие фильмы, хорошие книги, хорошее времяпреповождение в семье. Если вы любите играть в лото, пожалуйста, даже на деньги. Семья не должна забывать о том, что жизнь вертится не только вокруг больного члена семьи. Они должны жить сами и тем самым показывать пример вот этот для своего близкого человека. Это была программа «Дела семейные». Я благодарю вас за участие в программе. Увидимся на канале Терроран. Субтитры создавал DimaTorzok